Восемнадцать часов в Одессе. В прямом эфире седьмого новости. В студии Екатерина Поденежина. Здравствуйте. Волонтеры гуманитарной миссии «Черный тюльпан» заявили, что Одесса должна стать их региональным центром. Видя, как складывается ситуация, мы могли бы предполагать, и делаем сейчас такое, наверное, официальное обращение, в том числе к руководителям Одесской области, что именно Одесса могла бы стать неким региональным центром миссии «Черный тюльпан». Добровольцы также отметили, если государство не начнет их финансировать, они вскоре планируют прекратить свою работу, так как средств не хватает. После того, как информация о прекращении деятельности «Черного тюльпана» прошла посредством массовой информации, граждане Украины, низкий поклон всем людям, большинство из которых остались инкогнито, перечислили определенные финансовые средства на счет миссии «Черный тюльпан», что позволило в течение вот этих ближайших недель миссию продолжить. Также, помимо финансовой поддержки правительства, волонтеры требуют официального признания государством миссии. В бюджет города за первое полугодие поступило более 2,5 миллиардов гривен. Лонжерон и Истамбульский парк благоустроят, а в течение двух недель в интернете появится интерактивная карта парковок. Это основные темы заседания Одесского исполкома. Детали знают наши корреспонденты. В бюджет Одессы за первое полугодие поступило 2,6 миллиарда гривен. Об этом на заседании исполкома городского совета заявила директор Департамента финансов Светлана Бедрега. По ее словам, значительную часть поступлений по-прежнему составляет налог на доход физлиц. Перевыполнение бюджета также произошло за счет новых источников дохода, полученных городом в результате бюджетных реформ. Все это позволило нам увеличить финансовый ресурс. Мы планировали на город 1,163,000,000. По результатам полугодия мы уже получили 972,000,000 гривен. То есть почти миллиард. И запланированный показатель года за полугодие выполнили на 86%. Одним из решений исполком назначил КП «Лонжерон» заказчиком работ по благоустройству территории в районе одноименного пляжа, трассы здоровья и пляжа Отрада. Речь идет о комплексном проекте благоустройства территории в указанных границах для того, чтобы комплексно и целостно решить вопросы дорожного тротуарного покрытия, например, озеленения, установки малых архитектурных фор, я имею в виду скамейки, урны, освещение. Вот, собственно говоря, это основные вопросы. И никаких вопросов капитального строительства проект благоустройства не решается. Рассмотрели комплексные схемы размещения временных сооружений, а также утвердили список мафов, которые надо снести. Один из таких буквально вчера появился в переулке Колхозном на углу с Малой Арнаутской. Вот она, видите, занимает весь тротуар, весь проход. Она огромного размера, люди вообще не дают себе... А кто это установил? Это, по моим данным, бывший участник дорожного контроля, который, видно, решил, что ему все можно. Я прошу ее включить в список для демонтажа. А у него документы есть? Буквально нет. В течение двухнедель на электронных ресурсах города появится интерактивная карта размещения парковок. Интерактивная карта парковок размещена, на каждом практически квартале города, где есть платные парковки, будет установлена фишка, нажав на которую, пользователь сможет просмотреть информацию о том, какая схема размещения транспортных средств на этой парковке, кто является оператором этой парковки, какие контактные телефоны, и получить всю необходимую информацию, которая даст ему понимание того, действительно ли эта парковочная площадка платит бюджет города и оборудована паркоматами и является легальной, или же на этой площадке парковочной работают нелегальные парковщики. Уже на следующей неделе в Одессу прибудет делегация из Стамбула, чтобы принять участие в работе по будущему благоустройству Стамбульского парка под Приморским бульваром. У нас договоренность с мэром Стамбула о том, что это будет один из красивых, красивейших парков, и желание у муниципалитета, у мэра Стамбула, у заместителей действительно с громадным уважением отнестись к тому, что мы предоставили, можно сказать, место в самом центре нашего города, поэтому они хотят сделать соответствующий парк, анимес, красивейших, как они нам сказали, в городе Одессе. Также чиновники пообещали обеспечить проведение международных велосипедных соревнований, которые пройдут в городе и пригородах на выходные. В связи с этим 1-2 августа возможны задержки в движении общественного транспорта и переносы маршрутов. Александр Полоев, Андрей Кульба, 7 канал. Жители Измаила протестовали сегодня возле здания облгосадминистрации. Сюда они приехали, чтобы рассказать о критической ситуации на крупнейшем предприятии – маслоэкстракционном заводе «Бессарабия-В». Из-за того, что государство уже почти полгода не возмещает компании НДС, производство может остановиться, а более полутысячи людей останутся без работы. Возле облгосадминистрации собираются жители Измаила. Они сотрудники маслоэкстракционного завода «Бессарабия-В». Говорят о критической ситуации на предприятии и безработице. У нас 500 человек остаются на улице, а включая семьи – это 2000 человек. Тут работают семьями, тут работает много молодежи. Куда мы все пойдем в таком маленьком городе, я не знаю. Работники завода говорят, что им постоянно обещают повышение зарплаты. Но этого не происходит. Боятся и вовсе остаться без дохода. К тому же, по их словам, завод увяз в долгах и кредитах. Наш государство не выполняет обязательства перед нашим предприятием. Мы закупаем зерно по 10 тысяч за тонну, обязаны продавать по 8 тысяч за тонну. Накапливаются долги, это миллионы, у нас кредиты. Нам не возвращают НДС. Уже есть задолженность 19 миллионов с октября 2013 года. 22 миллиона, которые должны были вернуть автоматам еще в прошлом месяце. На данный момент это огромные деньги, которые мы могли бы вернуть, вложить в закупку сырья. НДС нужен предприятию для закупки подсолнечника, чтобы сделать масло, а потом его продать. Это основная функция завода. Если не смогут закупить сырье, то есть риск остановки предприятия. В прошлом нашего приезда, скажем, поездка в Одессу, нам пообещали, что возмещение НДС будет. Налоговая нам это подтверждает документально, но возмещение НДС не происходит. Губернатор, пожалуйста, примите нас, либо выйдите и выслушайте наши, пожалуйста, требования и наши просьбы. Вместо Саакашвили к митингующим вышел его советник Саша Боровик. Он сообщил, что главы облгосадминистрации в здании ОГА нет. Предложил решать вопрос с ним. Можете нам помочь? Это то, что я пытаюсь вам сделать. Пока на данный момент мы не видим вашего участия. На данный момент я сейчас собрал всю информацию о том, что у вас происходит. Я понимаю, что это происходит. После 15 минут диалога на повышенных тонах Боровик продолжил разговор с митингующими в здании ОГА. Идем, 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 я покажу. Идем, идем, я покажу итог. Пошли, ну пошли, покажу итог. Идем. Идем. Давай, пошли. Мы хотим, чтобы нам верили, да. Мы хотим, чтобы люди понимали, что мы профессионалы в том, что мы делаем. Но говорить какие-то сроки нам очень тяжело, потому что мы ломаем старое государство и создаем новое. Ситуация на заводе «Бессарабия-В» остается критической. А судьбы более полутысячи людей под вопросом. Ольга Голодова, Алексей Сорокин, 7 канал. Фонд государственного имущества хочет приватизировать первый ликороводочный завод. Об этом рассказал бывший директор госпредприятия «Урожай» Андрей Сорока. Он отметил, на завод пришли люди, которые представились новым руководством и заблокировали работу арендаторов. Арендаторы подавали документы на аренду имущественных комплексов фонда режима и министерства. Но в течение двух лет никто им разрешения не дал. Почему? Причина. Потому что если бы они там находились под договором аренды, которая заключается через фонд госимущества, через тендера, ну там целая процедура, их бы оттуда бы никто не выбросил. Вы ввесили объявление, что в течение месяца нужно покинуть территорию. Если не покините территорию, будем отключать свет и потом уже насильным путем выгонять людей. Ну вот такая ситуация складывается. С верой в Фемиду. В апелляционном суде Одесской области город отстаивает свое законное право собственности на здание по адресу Гагаринское плато 5. В прошлом году организацию, которая арендовала у города это помещение, попросили освободить территорию. Оказалось, что у строения есть частные собственники. Так в 2007 году решил Киевский районный суд Одессы. Решением Киевского суда была узаконена сделка, договор купли-продажи. Право собственности продавца подтверждалось техническим паспортом, а по законодательству технический паспорт не являлся правоустановящим документом. Поэтому мы считаем, что это решение является незаконным. Вопреки этому, 8 лет назад Киевский районный суд признал право собственности на помещение за частной фирмой «Виктория». А та, в свою очередь, продала помещение фирме «Камертон». Теперь департамент горсовета и представители арендатора оспаривают решение Киевского суда. Данное судебное решение было незаконным ввиду многочисленных нарушений. Рассматривал судья Джаса в Киевском районном суде в 2007 году, где признали домашнюю сделку между двумя фирмами законной. Сегодня состоялось второе заседание по делу, но рассмотрение было снова перенесено в связи с неявкой одного из фигурантов. Борьба города за государственную собственность продолжится 17 сентября. Ближе к людям Михаил Саакашвили и его помощники встретились с местными жителями Авидёпольского района. Говорили о личных проблемах людей, коррупции и плохих дорогах. Также представили кандидата на место главы районной администрации. Наша Анна Грынев была на встрече и готова рассказать о ней детальнее. Я так понимаю, что это будет представлен очередной кандидат на должность главы Авидёпольской районной администрации. Уже несколько человек было представлено до этого. Так вот получается, что громада не одобрила так. На встречу с главой ОГА Евгений приходит не впервые. Местный житель говорит, даже за такой короткий срок к Михаилу Саакашвили собралось немало вопросов. С особым трепетом, но без особых надежд, пришедшие ожидают нового кандидата на место главы администрации. Говорят, прошлые не подошли. Ведь они совсем не знали особенностей района. Люди абсолютно посторонние были для Авидёпольского района. То есть не знали проблем, не вникали даже в ходе общения. Какого человека хотите видеть? Местного. Исключительно местного? Исключительно местного. А если будет не местный, который знает хорошо проблему? Не может быть не местного, который знает хорошо проблему. Еще до приезда главы обл. администрации с местными жителями общаются его замы. Среди них Мария Гайдар, Владимир Жмак и Юлия Марушевская. Мы хотим, чтобы между нами просто налагодился прямой контакт, чтобы мы могли поспілкуваться за всеми теми проблемами, которые возникают. Пока заместители выслушивают личные проблемы людей, громкими аплодисментами встречают самого Саакашвили. Голова Одесской областной державной администрации Михаил Саакашвили. Витаем у друзей. В первую очередь руководитель области представляет очередного кандидата на место главы райадминистрации. Первый мой принцип на главы райадминистрации, он один и совершенно прозрачный. Мы везде подобрали людей, которые на госслужбе никогда не находились. С 18 лет служил, как уже сказал губернатор, до 2004 года. То есть с первым Майданом закинчив службу. Десять лет занимался деятельностью, был директором завода, директором сельгосподарства, пробовал разводить и вывать. На вопросы местных жителей, почему выбрал именно этот район, отвечает. Мне было запропоновано, я не отмывался. После своеобразного допроса нового кандидата, люди вернулись к общению с главой обл. администрации. Говорили о коррупции и состоянии дорог. Миллиард 200 миллионов выделены были на дороге прошлый год и все украдено. Все. Мое большое решение не закончить мою работу в Одессе, как пока здесь везде не будет хорошей дороги. На Одессе нет. Встреча продлилась около двух часов. За это время жители Аведиополя смогли задать председателю областной администрации самые волнующие их вопросы. В свою очередь Михаил Саракашвили пообещал, что скоро вернется сюда снова и представит уже нового кандидата на место главы районной администрации. Анна Кринев, Алексей Барановский, Седьмой канал. Руководитель проекта «Справедливое правосудие» Дэвид Вон в Одессе. Юрист из Нью-Йорка встретился с представителями региональных судов. За круглым столом служители Фемиды обменивались опытом и мнениями на тему, как усовершенствовать судебную систему в Украине. Особливую увагу мы поддеваем удосконаление коммуникационной деятельности судовой власти зарады подвижения прозорости, покращения доступа правосудия и подвижения доверия гражданам до судов. Проект, который курирует американский гость, существует в стране много лет. Его задача, сотрудничая с правительством и гражданским обществом, улучшать судебную практику и процедуры для формирования более эффективной и прозрачной системы правосудия. Проект «Справедливое правосудие» является проектом Агентства США по международному развитию. Огромное количество туристов, высокая температура, теплое море и отсутствие культуры. СЭС предупреждает, что из-за этого на четырех городских пляжах, лонжероне, чайке, курортном и золотом береге вода не отвечает необходимым стандартам. На остальных все в порядке. И если в 50 метрах от берега вода хорошая, то в 5-метровой зоне, где находится основная масса людей, не очень. Конечно же, это свидетельствует прежде всего о не очень высокой культуре населения, да, должна это заметить, и, скажем так, очень высокой антропогенной нагрузки при высоких температурах наружного воздуха и высокой температуре морской воды. 26 градусов – это, скажем так, температура достаточно редкая для нашего моря. Чтобы морской отдых не навредил здоровью, СЭС рекомендует ограничить купание в море детей до трех лет. Взрослым окунаться можно, но с обязательным использованием душа после каждого раза. Все люди, которые заботятся о своем здоровье, должны соблюдать несложные гигиенические требования. И я думаю, что, в общем-то, никакой опасности для здоровья это не возникнет у таких людей. Ну, а те, кто нездоров, те, кто болен, маленькие детки, конечно, учитывая такие высокие температуры сейчас наружного воздуха, то пользование пляжем желательно ограничить. Возможно, 26-ти градусная морская вода будет недолго. Уже завтра, во второй половине дня, синоптики обещают в Одессе и области порывы северного ветра 15-20 метров в секунду и местами град. При этом чрезвычайная пожарная опасность все же сохранится. И пока на этом все. Итоги дня подведем в 20 часов. Тогда и увидимся. Спокойного вечера и до скорой встречи.